Во Всемирный день без автомобилей в Рязани состоялось множество мероприятий. В парках прошли велопробеги, в образовательных учреждениях для детей были проведены лекции на тему экологии и необходимости соблюдения правил дорожного движения. В этот день сам мир просит остановиться и подумать о сохранении экологии и поддержании здорового образа жизни. Так что, может быть, начиная с 22 сентября для многих велопрогулка станет частью жизни. Поскольку такой вид транспорта считается одним из самых экологичных, представители администрации города Рязань в день отказа автомобилей также совершили велопробег. Колонну, которая проследовала в Мемориальный парк на открытии соревнований по велокроссу, возглавила начальник управления по физической культуре и массовому спорту города Рязань Марина Кащеева. От имени и по поручению исполняющего обязанности главы администрации города Рязани Сергея Юрьевича Карабасова Я вас всех приветствую. Хочу поздравить с замечательным праздником в жизни каждого человека. Вы своим примером показываете, что мы можем частичку вложить в экологическую ситуацию не только в нашем городе, не только в нашей стране, но и во всем мире. Зарядиться энергией и бодростью собрались велосипедисты разных возрастных групп. Но перед тем, как выдвинуться на старт, они прошли через небольшую разминку, согрелись на массовой зарядке, а также увидели выступление кандидата в мастера спорта по велотриалу. Старт был дан, и уже через несколько кругов определились победители. Как известно, направления в велоспорте бывают различными, как и сами велосипеды. И велопрогулка может быть не только полезной, но и интересной. А в случае рязанца Руслана Качаева еще и весьма неординарный. Молодой человек сам делает велосипеды. Примерно лет пять назад я увидел подобный велосипед и подумал, что хочется такой себе тоже. Посмотрел, где их продают, но они достаточно дорогие. Ну, тут понятно, почему они дорогие. И у меня появилась идея самому попробовать что-то такое собрать. Я, конечно, долго ковырялся, но вот этот велик я несколько лет собирал. Около трех лет Руслан переделывал этот велосипед. Менял его длину, колеса. Модель становилась то выше, то ниже, поскольку молодой человек работал на глаз. Он получил хороший опыт и после этого создал еще шесть велосипедов для девушек, мужчин и детей. Такие байки обычно делятся по категориям. Лимузин – это удлиненная модель. Лоу-райдер – это низкопассажный велосипед. И чоппер, который по стилю напоминает знаменитый мотоцикл. А конкретно этот велосипед сочетает в себе все три направления. Он совершенно необычный. Здесь за основу взята рама американская. Я ее немножко модернизировал, удлинил. Она была изначально моделью чоппер, а стал лимузин. Я изменил немного руль, удлинил его, ребро жесткости сделал. Это седло вообще используется для барабанных тронов. То есть для барабанщика, когда барабанщик играет за установкой, использовать такое вот седло. Я там его придумал крепление и уже установил сюда. На нем очень удобно кататься. Некоторые детали были привезены из Германии под заказ. А это пламя было сделано в Рязани с помощью лазерной резки. Кататься на таком велосипеде одно удовольствие. Он достаточно тяжелый. И благодаря весу велосипеду придается хорошее ускорение. Это мега круто. Сейчас в Рязани есть подобные велосипеды. Но все они стоковые, выпущенные под определенным брендом в большом количестве. А Руслан создает так называемые кастом-велосипеды, отличающиеся своей уникальностью и неповторимостью. В них он вкладывает душу. Многие детали здесь выполнены вручную. А идеи их воплощения позаимствованы даже из 60-х годов.